Причем, посарелы эти ваши Наруто-филлеры. Ну, сбалансированная пачка серий получилась. Немного неплохо, немного кринге. Вот, а если хочешь дальше следить за моим контентом в полной мере, то подписывайся на нашу телегу. Ссылка прямо сейчас перед тобой, а еще она будет в описании. Короче, в 158 серии Нароча и всех кентов Ивонных заставили нянчить малых. Короче, у них там какой-то типа турпоход был, да, с классом. Ну, знаете, как в школах, когда малых надо чем-то там занять, лишь бы гараж за гаражами не пили. Ну, короче, каждой команде там достался свой учитель. И Нароча, короче, ты прикинь, судьба прям свела с этим хакахским внуком. Ну, короче, у всех команд все получалось нормально, там они пиздюков обучали всякому полезному. Например, там жрать землю, смотреть на часы, драться. А команда Нароча только огребала. Вот, и, короче, дальше началась гроза, какая-то страшная смерч, ураган, не знаю, короче. Ну, в общем, все команды успешно зашкерились, кроме команды Нароча. Эти кадры стоят, что-то с палаткой дрочатся. Ну, короче, Нароч такой, а, ладно, в пизду. Бросил палатку, говорит, пошлите дальше, я знаю, где можно срезать. А малы на карту смотрят и говорят, папаша, бля, подожди. Это же перевал Дятлова, нам всем тут пиздак. А Нароч такой, да спокойно, я этот инструктор, типа. И эти горы, как свои пять пальцев знаю. Ай, сука, придавила. И, короче, дети на горе на это висят, как помочь старому не знают. Ну, в итоге как-то на гору забрались и Наруто еще раскопали. Короче, дальше, в 159 серии, Нароч в компании с собачником и стесняшкой получили задание отыскать кого-то вора с погонялом черный жо. Короче, баба врач им я точку в 2 гисе скинула, говорит, типа, где-то там вот этот тип водится, да? Значит, они приходят, чекают, а это, оказывается, город, ты прикинь, в стиле вестерна. Ну, типа, как Red Dead Redemption 2, понял, да? Значит, заходит Нароч собачник и стесняшка в бар. А бармен им говорит, идите нахуй, анимешников не обслуживаем. Тут в беседу врывается куда лысая бытла, которая хотела Нароча на монеты гопнуть. Как вдруг за молодых вписался какой-то матерый, то ли ковбой, то ли самурай, то ли хуо знает. Короче, раскидал он полбара, а другие полбара занимал какой-то тихий бородач. Даже, короче, этот ковбойчик и команда Нароча идут вместе, и он давай про них расспрашивает, типа, кто такие, чё по жизни занимаетесь, да? Ну, и они рассказали ему в цвет, что типа, ищут черного жо. В общем, эта инфа ковбойчику сразу не понравилась, он повел их куда-то там в поля. И говорит, слышь, малые, ничего личного, черный жо мой. И завалил их. Значит, дальше пошел этот чел один, и смотрят, а там черный жо двигает в компании лордов рейденов. Ну, значит, вышел ковбойчик, на него вся хуйня, но оказалось, что черный жо владеет магией школы ремонта и может управлять гвоздями. Ожаренный гвоздей не хочешь? Короче, ковбойчик ситуацию не вывез. И дальше его нашли наши малые. Принесли его в какой-то сарай, хотели допросить, типа, чё ещё происходит. А вдруг к ним врывается бородатый, который тоже чё-то хотел доебаться до этого ковбоя, но малые его отпугнули. И, короче, дальше выяснилось, что я прикинь, что ковбойчик оказывается тоже в федеральном розыске, как и черный жо. Дальше, короче, ковбойчик рассказывает нам душерездирающую историю о том, что когда-то давно он был обычным честным работягой. Калывал на заводе, играл в танки. И вот однажды он сделал меч на заказ, пошел его, значит, доставлять. Приходит, а там черный жо перебил вообще всех и съебался. И на месте преступления был только ковбойчик. Ну, короче, на него сразу всю мокруху вот эту повесили, с завода уволили. И он, короче, сбежал из дома, чтобы найти черного жо и доказать свою невинность. Ну, короче, дальше там слово за слово, тудым-сюдым. Они, в общем, решили, что все вместе поймают черного жо. Значит, приходят они в соседний город, а этот китражоп уже что-то спиздил и к себе на яхту тащит. Значит, наши за ним ломанулись, обосрались, а вот у ковбойчика его поймать все-таки получилось. Но тут весь кайф обломал бородач, который приперся вместе с копами. Короче, забрали они ковбойчика и черного жо под белой рученьки. Наши малые, конечно, были бы рады как-то помочь, да? Но собачник смотрит на это на все и говорит, не, ну нахуй, там федерал, и дальше мы, короче, не полезем. Ну, в общем, по итогу потом судили этого ковбойчика, и так уж вышло, что его невинность была доказана в суде. Потому что черный жо там сам во всем сознался. Короче, дальше пиздец серия. В общем, зеленый старший и зеленый младший ушли куда-то вдвоем выполнять очередные поручения бабки-врачихи. И тем временем, короче, за ними следили два каких-то опездала, которые решили приодеться в зеленых и потихо их пошпионить в конохе. Короче, только они переступают порог деревни, как их тут же испалило одноглазый. Виду он, конечно, не подал, но при первой возможности пошел и стуканул бабе-врачихи, что, мол, так и так по деревне разгуливают два дебила. В общем, вся деревня сразу выкупила, что вот это вот не настоящие зеленые. Короче, все это поняли, кроме Нарыча. Ну, баба-терапевша, короче, решила порофлить над ними, дав им кучу заданий, которые никто не будет делать даже за донаты. Значит, сначала они сажали рис. Потом носили ведра с говном. Потом они лезли за какой-то беспонтовой простынкой сакуры. И все закончилось тем, что им нужно было осмаривать большую ядовитую каракатицу. Ну, короче, во всех этих ситуациях кловины огребали жестко. И в конце они еще получили пиздов от самих зеленых за такой хуевый косплей. В 162 серии, короче, нам показывают какие-то ебеня, в которых завелся призрак в доспехах, пугающий местных пенсионеров. Вот, из этих ебеней, короче, в коноху приперся молодой типчик в очках, который отдал все на скамленное бабе-врачихи и говорит, «Помогите, пожалуйста, деды уже заебались, боятся за сахаром выйти». А им очень надо. Ну, короче, послать туда на разборки было особо некого, поэтому выбрали Нары, Ча Белоглазого и рулончицу в придачу. Короче, по дороге этот чел в очках рассказал Лорсового города. Ну, типа, у них там был какой-то правитель, типа, он недавно умер, и на трон залез его сынок. «Сынок, ёбаный!» И помог ему в этом местный дед авторитет. Но у них там ещё был какой-то усатый хмырь, который был против всего этого движа, но его мнение вообще никому в хуй не тарахтело. Наши, короче, после этой истории сразу поняли, что призраков никаких там нет. А всё дело в этом усатом хмыре. В общем-то, ходят они до города, а там сразу же этот призрак повсюду летает, короче. Значит, побежали за ним, да? Каску ему сбили, а тот хуяк и исчез. Загадочно, пиздец. Короче, в следующей серии они хотели побазарить с молодым царьком. А так как он никого к себе не пускает и не принимает, решили его выцепить на улице. Значит, припёрся он на речку, вся хуйня, стоит, чили. И тут на него из воды, короче, напали какие-то оффники в балаклавах. Наши пацаны, естественно, вписались за царька и думали, что ща он им всё за это расскажет, всё, чё надо знать, да? А он только нахуй их послал, типа, я царь и с быдлом не общаюсь, вот. Ну, на месте нападения пацаны нашли, короче, сюрикен особой фирмы. И выяснилось, что вот эти сюрикены использует армия усатого. Ну, всё к нему ведёт, ну, прям буквально уже. Решили, короче, наш туда посталкирить, да, за усачом. И вот однажды ночью он, короче, попёрся в какой-то сарай и встретился там с призраком. Ну, наруто, чё тут всё, короче, стало ясно, и он побежал ловить усача с поличным. Ну, этот призрак чё-то агрессии начал жёстко наших кентов, да? И усач, короче, решил не теряться и съебался под шумок. Ну, короче, дальше охранник чухнул, что внутри костюма никакой не призрак, а реальный чел. И тут он говорит девахе, типа, хули ты вылупилась, доставай рулоны свои. Ну, короче, в итоге, работая в команде, они победили этого призрака в доспехах. А белоглазый чё-то перестарался видать силой, палку перегнул в натуре, потому что там челик внутри доспехов просто взял и вытек. Тем временем к усачу пришли копы и повязали его по всем найденным уликам. Короче, дальше тут дед-опторитет сказал, что ему всё окей. Усач сознался, может идти в коноху свою и не возвращаться больше сюда никогда. Тут они поняли, что всё как-то слишком гладко идёт, даже для филерной арки. И решили, короче, что надо бы остаться и ещё чутка поразбираться. Короче, пошло у них расследование полным ходом. Нарыч бегал по заброшкам всяким. Здесь кто-нибудь есть? У Лиги, короче, там собирал, чекал, да? Дошёл до этого загадочного сара и решил изойти на помощь лягушкиров. Все, короче, нашли ему дрон Навального и чёрный ход, который ведёт прямо к дворцу царька в Еленжике. Естественно, за вторжение на частную собственность Нарыча отправили на 15 суток. Тем временем очкарик прогуливался по двору, подслушивал за всеми подряд и заглянул в комнату деда. А тот, короче, ты прикинь, сидит и базарит софниками, которые нападали на царька у реки. Ну теперь, короче, ясно, кто на самом деле в этой истории главное хуйло. В общем, дед авторитет его заметил и натравил на него своих нинзоидов. Короче, дальше Нарыч сидит в камере, сухари сушит, и тут к нему заходит тот самый призрак в доспехах. Ну всё, думает, пиздец ему, потому что он ни одной тюремной загадки не знает. Ну, короче, призрак с ним вообще общаться не стал и напал на него своим копьём. И по чистой случайности Нарыч освободил. А тот ему берёт и в мойску прописывает, и это, короче, прикинь, внутри оказывается тот самый царёк. Тем временем, Белоглазый своим вот этим рентгеновым зрением узнал, что царёк ничем не болел, а это было настоящее убийство. Тут, короче, силовики подоспели, как всегда, вовремя и говорят, типа, всё, шутки кончились. Мы Нарыча поймали, так что вам тоже скоро пиздак. Ну, короче, Белоглазый и Девули сбежали, к ним внезапно пришёл Сидоголовый. Короче, Сидоголовый их историю послушал и говорит, ничего не знаю, возвращаемся в Каноху. Я уже такси вызвал, ну не отменять же, да? Но всё это, оказывается, была уловка, чтобы наебать местных нинзоидов. Тем временем, Дед Авторитет поставил Усача на колени и всё бы в итоге закончилось плохо, если бы призрак в доспехах не утащил Усача вовремя. Шляпа Усатая, иди сюда! Тут к общему движу подключился и Одноглазый вместе с Малыми. Короче, дальше они все побежали в сарай. А Сидоголовый остался во дворе и говорит, щамалый, я перекурю, типа, да? А вы идите дальше. И тут на него напал какой-то пылесборник, который байтил стиль фрешмена. А тем временем мы узнём, что на этот раз в призрачных доспехах был сам Нарыч. И типа, если бы не очкарик, который прибежал в тюрьму и не стуканул бы на Деда Авторитета, то всех бы уже давно перебили, вот. Короче, дальше этот царёк решил, что пойдёт один разбираться с Дедом Авторитетом. И решил наших малых задержать тем, что разрушил нахер весь замок, в котором они сидели. Дальше Одноглазый уже закончил с этим пылесборником, и мы узнаём главную интригу арки. Типа, что на самом деле царёк-то давно уже помер, а это вот, всё это время была его сестра. Которую нарисовали точно так же, как и царька, поэтому никто подвоху не заметил. Дальше, короче, она нарядилась в призрака в доспехах и пошла на разборки. И тут мы выясняем ещё один сюжетный поворот, короче, что вот этот хер лысый, на самом деле не настоящий Дед Авторитет, а только прикинулся им. Чтобы убить в итоге всех правителей и самому залезть на трон. Пиздец, игра престолов уже какая-то началась. Короче, дальше он начал сражаться с принцессой, но та не вывезла. И Дед Авторитет её, короче, в багажник кинул и куда-то повёз. Значит, за ними, короче, в догонку побежал Нарыч, да? Ему там подкинули какую-то лодку и говорят, если хочешь вины царицу, плыви. И Нарыч поплыл. Причём так жёстко, что чуть не помер, благо его разбудил вот этот мимо проходивший очкарик. Короче, дальше Дед Авторитет снял свою маскировку, и теперь мы знаем, как выйдет его наглая рожа. Вообще начал атаковать Нарыч, он очкастый, закрыл его своим тельцем и вырубился. Тем временем фейковый Дед потопил Нарыч и уже готовился убить царицу. Говорит, давай там последние слова, всё такое, я всё-таки там бандит порядочный, да? И тем временем Нарычу под водой царёк передал привет со дна. Говорит, чё ты с ним цаскаешься, иди спасай мою сестру, ну? Ну Нарыч такой типа пиздец взять, без тебя бы не разобрался. Вылетает с речки и начинается у этих двоих бойня. Стенка на стенку буквально, в которой Нарыч, естественно, побеждает. В итоге, короче, чел в очках выжил, а поддельного Деда повязали. Дальше царицу официально признали новым президентом в этой ихней страны, а наши челы после всего этого пиздеца наконец-то попёрлись к Аноху. Короче, в 168 серии Нарыч и Трусоголовый отправились в местную забегаловку. Там им накинули свежего хрючева, и Трусоголовый, как эксперт, сказал. Ризотто должно быть одинаковое, равномерное. Впрочем, выяснилось, что этого шеф-повара горе. У него, короче, мало того, что похитили дочь, так ещё хотят отозвать лицензию ресторана, какие-то нинзоиды повара. Типа, чтобы они уже наконец от него отъебались, ему нужно на комиссии заварить идеальный дошер. Короче, малые решили бедолагу выручить, значит, припёрлись они там на место, стали готовить, используя свою магию, кто чё умел, короче, да? Там взбивали тесто, месили по-всякому, накрывали на стол размножением. И в итоге они сделали топ хрючева за свои деньги. Так что тот хмырь остался доволен, поэтому лицензию не отобрали и дочь ему вернули.